Здравствуйте! Это «Факты мнения». Сборная Краснодарского края взяла золото на пятой всероссийской спартакиаде трудящихся. Состязания проходили в Тамбове. Участвовали в соревнованиях более тысячи человек из 37 субъектов России. Большое действие традиционно проводится, чтобы укрепить здоровье и привлечь экономически активное население России к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Спортсмены предприятий, организации, учреждений померили силами в 11 видах программы. В каких именно оказались сильнее других представители Кубани? Какое внимание вообще Минспорта региона уделяет именно данному направлению, спорту среди трудящихся и когда стартуют новые состязания этого уровня? Поговорим об этом Сергеем Потаниным, начальником отдела развития спорта высших достижений Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Сергей Викторович, ну в вашем лице поздравляю все Министерство с очередной победой еще в этом направлении. Спасибо. И как хочется всегда спросить, как Министерство настраивает нашу делегацию только на лучший результат, только на золото? Как удается нам привозить лидерство? Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края всегда ставит максимальные цели, задачи и мы пытаемся их достигать. Ну вот такой успех нашей команды на спорте трудящейся России и когда мы отправляли команду, мы давали на пустое победить. И ребята, наша команда справилась на 100% с этой задачей. Ну вы сейчас говорите, как будто это норма. Норма аж спорт, норма жизни, да? Но все-таки есть ли какой-то, я не знаю, тет-а-тет, когда вот перед самым отправлением представителями министерства, есть какой-то секрет, который дают представители Минспорта нашим спортсменам? Ну у нас команды там по разным видам спорта уезжают, приезжают, это такая жизнь министерства. Вот именно сборная команда, немножко такой момент, когда мы со всех там, ну с многих муниципальных образований приезжают трудящиеся в одну команду. И в этом году они собрались у нас на баскет-холле, нашем знаменитом спортивном сооружении. Мы получили экипировку одинаковую, скажем, нашей сборной команды Краснодарского края. В каком цвете? Ну в желто-зеленом, традиционном, да. И все вместе выдвинулись, скажем так, на соревнования. И вот именно многие спортсмены там друг друга впервые видели. То есть это такая команда, которые приехали, и вот все разные, а возвращаются они уже одной семьей. И вот именно там, на этой отправке была поставлена задача, ну как можно выступить лучше. Конечно, мы хотим победить, и они справились с этой задачей. Минспорта региона уже пятый раз отправляет представителей Краснодарского края. Все-таки, какие успехи у нас были на протяжении всего этого времени, как мы росли? Да, ну спорта киада в пятый раз проводится. Краснодарский край всегда участвовал в ней. И мы всегда участвовали, один из многих регионов страны, когда мы участвуем полной командой во всех видах спорта. И мы имеем очень хорошие традиции. На первой спорта киаде в Саратове мы были победителями. То есть мы первые окрыватели. В дальнейшем проводилась спорта киада в Южкороле, в Пензе мы были вторыми. Потом были четвертыми. И вот сейчас мы опять пятые, ой, первые. То есть мы на пятой первые. Мы вернули пальму лидерства себе. Вот так внегласно у нас, ну, Минспорта для себя определяет, кто наш главный соперник? Какой регион? Ну, всегда у нас такие... Кого мы хотим больше всего победить? Мы победим хотим всех. Но у нас всегда очень упорная команда Пензы участвует. Очень сильная команда Чуваши. То есть есть регионы, которые тоже активны в этом направлении. И всегда создают очень конкретную такую конкуренцию. Мособласть. И с ними приходится сопротивляться. Ну, и всегда, скажем так, команда, на которой территории проводятся соревнования, они тоже всегда сильны. Потому что они к этому готовятся. И все-таки не хотят в лице своих болельщиков плохо выступить. Может быть, не все так подробно знают, что такое спартакиада трудящихся. Давайте назовем, что предстояло выполнить нашим представителям. Какие виды программы, какие виды спорта, что необходимо было, какие испытания пройти. Далее команды, министерство скомплектовало команды по видам спорта, таких как баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, самбо. Также принимала участие спортивная семья, соревнования в легкой атлетике, соревнования проводили в шахматах. И из числа именно участников еще проводили соревнования в перетягивании каната. Сколько человек в нашей делегации было? Да, делегация была отправлена в составе 42 человек. Это 37 спортсменов и 5 человек это тренеры и представители команды. 37 человек. Вот как Минспорта формировала нашу команду трудящихся? Да, вот 37 человек это представители 16 муниципальных образований Краснодарского края. То есть не только краснодарцы? Не только краснодарцы. Это вот такой широкий спектр. Географический, да? Да, да. И команды формировались. Традиционно Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края проводит ежегодно такие комплексные мероприятия именно для этих слоев населения. Средний и старший возраст это спартакиада трудящихся Краснодарского края и сельские игры Кубани. И вот в этом году в период с февраля по май, даже по июнь мы провели спартакиаду трудящихся Краснодарского края. Это такой предварительный отбор? Да, да. Это, скажем так, такой просмотр. Из числа лучших спортсменов этой спартакиады была сформирована сборная команда Краснодарского края. А, кстати, про возрастные какие-то ограничения. Со скольки лет можно и нужно участвовать, попытаться участвовать? Да, положением, всероссийским положением есть ограничения. Принимаются спортсмены, ну, участники старше 25 лет. То есть, как только исполнились 25, уже можно претендовать на место в сборной, да? Да, на момент проведения соревнований спортсмену должно быть полный 25 лет. Краснодарский край и Минспорта всегда очень гордится и пышно празднуют победы профессиональных наших спортсменов. Но надо и не забывать и о непрофессионалах, таких как трудящихся. Вообще, какое внимание уделяется именно этому направлению у нас в регионе министерством? Да, ну, наши спартакиады, трудящиеся Краснодарского края всегда очень проходят на высоком уровне. И все спортсмены, которые в ней участвуют, они по окончании соревнований, победили призеры, как и спортсмены высокого уровня, получают главные награды, это грамоты, медали. И те активные трудящиеся, которые представляют Краснодарский край, они в дальнейшем, мы их поощряем, там, и некоторых, которые традиционно и несколько раз уже принимали участие в составах. То есть это благодарности губернатора Краснодарского края, ну и также благодарности министра физической культуры и спорта Краснодарского края. Ну, кстати, наши победители, что получили, кроме, ну, слов поддержки, оваций, конечно, какие-то ценные призы предусмотрены были на федеральном уровне? На федеральном уровне, да. Все победители в своих видах программы, они были награждены медалями Кубками Министерства спорта России, и от спонсоров, там, и получили памятные призы, там, в виде какой-то бытовой техники, то есть там было такое поощрение, да, со стороны Министерства спорта России. Ну, вы уже начали говорить, насколько важно для Минспорта вовлекать в занятия именно вот эту категорию, не профессионалы, но которые хотят заниматься спортом. Какое количество на сегодняшний день, вот если в целом можно, или, ну, более подробную информацию у вас есть, да? Ну, по итогам проведения... Сколько человек или трудовых коллективов, ну, такие вот показатели? Ну, мы смотрели, скажем, в людях, наверное, считали, да, есть такая статистика, более 550 тысяч трудящихся принимают участие у нас в Спартаке, а где трудящихся Краснодарского края. Какую ставку, вот, хочется понять, Минспорта делает на этих людей как-то? Да, но сегодня есть поручение президента, число систематически занимающихся физической культурой и спортом в России достичь 50%, 5%, да. И мы, Краснодарский край, на сегодняшний день являемся лидером в этом, наверное, показателе, но мы не останавливаемся, мы к этой, скажем так, условной цифре идем старательно вперед, чтобы выполнить поручение президента. Да, это все в рамках нацпроекта «Спорт, норма жизни», да, и именно вот этот средний слой населения по возрастной и старшей поколении, мы должны как можно больше быть вовлечены в занятия физической культурой и спортом. По данным Минспорта, вот за эти пять лет, как проходит Всероссийская Спартакеада, был ли случай, может быть, несколько, когда непрофессионал решил уйти из любительского спорта и заняться уже этим серьезно? Ну, как правило, есть спортсмены, которые до этого, естественно, наверное, самая активная часть населения, которые до этого активно занимались спортом, больше всего принимают участие. Но есть, появляются те люди, спортсмены, которые поучаствуют в спортивной трудящей, потом начинают профессионально бегать, к примеру, марафоны, участвовать в официальных спортивных соревнованиях на уровне чемпионата в России и даже выезжать на какие-то международные соревнования. Такие случаи есть. Вы сказали, что 16 муниципалитетов представляли участники нашей сборной, но все же до отправления уже на Всероссийский этап соревнований, какую тренировочную подготовку прошли и какое содействие оказали? Да, во время проведения Спартакеада Турьящего Краснодарского края, проведения по видам спорта, мы стараемся проводить по тем же видам спорта, которые будет потом представляться команда на Всероссийских соревнованиях. Министерство просматривает тех победителей, тех лучших спортсменов и с числом спортсменов муниципальных образований, которых в дальнейшем мы хотим видеть в составе сборной. И уже мы предварительно с ними проговариваем, просим, чтобы они готовились, не теряли форму, а именно с муниципальными образованиями проговариваем, чтобы они им предоставляли такую возможность беспрепятственно тренироваться на объектах муниципальных образований, чтобы в дальнейшем выступить успешно на Спартакеаде России. Ну вот в Тамбов Минспорта отправила еще участников в категории «Спортивная семья». Тоже наши представители хорошо выступили. Откуда были представители? Да, была семья из Канинского района. Они у нас победители наших краевых соревнований «Стартовый вместе». Это соревнования среди спортивных семей. Мы сразу взяли их на вооружение, проговорили с ними, что «ребята, давайте готовьтесь, мы хотим вас видеть в составе сборной». Но все-таки как вышли на эту семью? Как определилась она? Почему от края только вот они достойны? Ну, они стали, во-первых, победителями. То есть на сегодняшний день это, наверное, самая сильная семья. И состав мама, папа и девочка. И мы сразу им сказали, что нужно готовиться, вы будете выступать на Всероссийской Спартакеаде. Потом проговорили с муниципалитетом, Канинским районом, что просим вас помочь им в подготовке, что услышали очень от них, скажем так, они нас услышали, очень активно подошли к этому вопросу и очень качественно подготовили место проведения тренировок. Потому что спортивная семья у нас выступала в легкой атлетике, там была эстафета, в настольном теннисе. И такая была программа, как туристическая полоса, эстафета на туристической полосе. И вот именно в таком моменте, там, где нужно более-менее иметь такой навык, они подготовили у себя туристическую полосу, на которой именно семья смогла тренироваться. За что мы, конечно, Канинскому району очень благодарны. Смотрите, с 2015 года Спартакеада включена в перечень официальных физкультурных мероприятий и рекомендована к проведению во всех регионах. Как Минспорта у нас составляет график, и когда у нас состоятся ближайшие внутренние соревнования, они же будут подготовкой к федеральному испытанию? Мы проводим ежегодно. Мы проводим ежегодно Спартакеада трудящихся. Несмотря на то, что Спартакеада трудящихся России проводится раз в два года, то есть федеральный центр ее раз в два года проводит, но мы для того, чтобы, как говорится, выступать успешно, проводим каждый год. Держать форму. Да, чтобы именно наши трудящие, во-первых, могли участвовать в соревнованиях, то есть была какая-то у них возможность где-то себя проявить. Во-вторых, чтобы ежегодно они тренировались у себя на местах, поддерживали свою форму. И своим примером показывали всем трудящихся, что надо заниматься спортом. Ну и напоследок совет от Минспорта для всех трудовых коллективов, если есть желающие поучаствовать, попробовать испытать свои силы. Что делать? Нужно приходить в спортивные комитеты муниципальных образований, потому что все 44 муниципальных образования проводят свою районную Спартакеаду трудящихся, где каждая трудовая коллектива может выставить команду и принять участие. В любом виде спорта? Да, да. Благодарю вас. В программе «Факты. Мнение» был Сергей Потани, начальник отдела развития спорта высших достижений массового спорта Министерства физической и культуры спорта Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин